Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видео обзоры, сегодня расскажу вам вкратце о сорте Пиноккио. Я, конечно, не хотела так рано о нем рассказывать. Я хотела подождать, когда он весь вызрюет, все плоды, и показать вам полностью, когда он весь красный, как декоративно он выглядит. Но так как у нас вчера в регионе прошел шторм с ветром, с градом, все у нас побило. Вот зеленые помидоры, сейчас покажу. Вот которые зеленые, они более тверденькие, они остались целыми. А те вот, которые уже поспели, они более мягенькие. Видите, как их все побило, раздавило. И поэтому мне пришлось Пиноккио сегодня отбирать, чтобы какие уже спелые использовать на семена, какие побитые выброшу. Был очень такой сильно крупный град. Видите, даже зеленые помидорки вот так вот все порвало у нас. Вот еще сейчас покажу. Вот томаты висят вот такие вот травмированные. Был град очень большой. Сейчас скажу какой. Вот как эта помидорка. Вот такой был град. Острыми углами такими. Поэтому, вот я вам объяснила почему. Поэтому сейчас я вам покажу, как выглядит сорт Пиноккио. Потому что, когда я его обберу, потом, позднее, уже будет невозможно понять, какой куст. Я вот там несколько кустов обобрала. Видите, какие плоды? Плоды вот такие стандартные, все красные, круглые. Сорт очень урожайный для своего типа. Это супер детерминатный сорт. Штамбовый куст. Вы видите, он состоит полностью из одних томатиков. Вот везде помидорки, 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 помидорки. Очень много помидорок, но они все маленького размера, мелкие. 30-50 граммов. Это скороспелый сорт, потому что у него кустик маленький. Он быстро формирует куст, плоды и сразу начинает созревать. Вот сейчас вы видите, плоды уже полностью, очень много зрелых. Но он еще долго будет, он еще, если бы сейчас не град. Видите, вот эти вот маленькие завязи. Они до самой осени будут плодоносить, крошечные помидорки. Вот эти вот, они бы все образовывались, образовывались. Но так как град нам повредил их, я сейчас их сниму, те, которые уже поспели. А эти посмотрю, будут расти или нет, но не важно. Этот сорт можно выращивать. Вот у меня, видите, теплица. Он посажен по краю теплицы, ему не нужно много места. Это в горшках, в вазонах, на террасах, на балконах, дома. Можно посадить на улице, а потом занести домой. Он еще дома будет до плода нашего. Ну, короче, продолжать свой отдавать урожай. Вот это горшочный карликовый сорт пиноккио. Конечно, его нужно садить только вкупину с другими, когда есть и крупные, и там средние. Он больше идет как декоративный. Он очень красивый. Но в одно, одновременно со своей декоративностью, он дает еще и много томатиков. У меня вот, я вот это обобрала, 2-3 куста. Вот такой вот урожай. Очень любят дети. Хорошо добавлять в консервацию ассорти с маленькими огурчиками, с помидорками желтого, синего цвета, черри. Вот, мы познакомились с сортом пиноккио. Как дополнительную культуру, если у вас есть где-то какая-то завалинка, какой-то уголок, где-то можно даже повесить его в кашпо, в горшочек, в ящики балконные. Пожалуйста, выращивайте сорт пиноккио. Очень прост в уходе. Не подвязывать, не пасынковать. Он карликовый, он растет в ширину. Вот так видите? Весь-весь-весь-весь-весь. Распустился по сторонам, свои вот эти вот веточки. И весь-весь в томатиках. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Мы знакомились с сортом пиноккио. Карликовый, горшечный сорт. Очень маленький. 10-15 сантиметров высота. Очень урожайный. До свидания.